Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели, предпоследних торгах. Соответственно, у нас еще чудо времени, посмотрим, что будет на финансовых площадках, а после уйдем на выходные, чтобы как следует отдохнуть и уже на следующей неделе снова вернуться к трейдингу. Наша задача не терять, соответственно, бдительность сейчас, смотреть за наиболее актуальными событиями, поэтому, с вашего позволения, давайте пробежимся, опять же, по основным макроэкономическим событиям прошлой торговой сессии. Коснемся основных инфоповодов и посмотрим, затем, как они сказались на динамике тех активов, которые составляют основу нашей спекулятивной деятельности. Начнем мы, как и всегда, с динамики черного золота. И здесь вы, наверное, и без меня могли прекрасно заметить то, что бренд, даже говоря про локальные минимумы, уже был ниже серьезнейшей поддержки 30 долларов за баррель. По сути, минимальная отметка 29,70. И самые пессимистичные прогнозы, судя по всему, начинают притворяться в жизнь, потому что, если такая динамика коррекционная, это же колоссальная разгрузка, это потеря не нескольких процентов, это потеря, по сути, десятков процентов за столь короткий промежуток времени. Где в связи с этим будет находиться дно? Большой вопрос. Снова напоминаю вам о тех ориентирах, которые придерживаются сейчас многие инвестиционные банки, ну, особенно, помните, британский банк, который полагает, что бренд может просесть даже в район 10 долларов за баррель. Сказать сейчас, что этого не будет и оснований для этого нет, будет неправильно. Потому что, если объективно, опять же, анализировать актуальный новостной фон, если разобраться в первопричинах, которые стали предпосылками для ослабления бренда и WTI, до тех уже уровней, на которых эти активы торгуются сейчас, эти основания есть. И они реально могут оставаться ключевыми факторами разгрузки, могут и дальше продолжать теснить позиции активов, то есть углеводородов, к более низким ценовым рубежам. В частности, если посмотреть на вчерашнюю торговую сессию, вы знаете, что у нас азиатские торги были открыты блоком довольно неплохих макроэкономических данных из Китая. Мы следили за торговым балансом, за состоянием экспорта и импорта. И после того, как вышла статистика, которая оказалась гораздо лучше прогнозов, я уже было начал полагать, что вот он, как раз тот самый фундамент, который сейчас позволит рынку успокоиться, снова спровоцирует выход из защитных активов, поддержит рисковый инструмент. Ну а поскольку речь идет о Китае, непременно этот релиз, этот блок макроэкономических данных сможет оказать и поддержку углеводородам и бренду и WTI. Даже если, опять же, посмотреть на реакцию после выхода отчетов в нефти, мы видели локальный прирост. Но, как вы прекрасно знаете, он продлился недолго, потому что уже с Америки на рынке стали преобладать другие тенденции, которые спровоцировали, опять же, серьезное падение бренда. Он быстренько компенсировал весь дневной рост и ушел к тем минимальным уровням, которые я сейчас вам обозначил. Актуальные котировки 30.12. Если, опять же, вернуться к китайской статистике, по факту напомню вам, что мы следили за экспортом и импортом. Экспорт просел на 1,4% против прогноза снижения на 8%. Что касается импорта, минус 7,6% против прогноза падения на 11,5%. Но минус – это, конечно же, очевидный негатив. Но все-таки мы сейчас соотносимся с теми прогнозными отметками и ориентирами, которые присутствовали на рынке. И поскольку прогноз оказался, точнее, фактические цифры лучше прогноза, значит, мы делаем из этого оптимистичные выводы. Но пока не все трейдеры с нами, конечно же, согласны. После того, как вышла статистика, мы, хорошая статистика, видели приросты фондовой секции. Китай стал расти, опять же, японский фондовый рынок также прибавил около 2%. Я сразу же добавил в этот позитив возможность того, что трейдеры обратили внимание и стали дисконтировать в стоимости статистику, опубликованную днем ранее по запасам нефти США по API. И где-то в глубине души, еще раз повторюсь, поверил в то, что бренд может быть действительно нащупал локальное дно. И сейчас предпринят попытку для того, чтобы восстановиться. Но после на рынке появились сообщения, которые указывают на то, что те игроки серьезные, которые стоят сейчас за трейдингом, они не собираются покупать, стоят за рыночным позиционированием, не собираются делать ставку на рост оппозиции энергоресурсов. Напомню, что буквально несколько дней назад мы с вами обсуждали слухи о том, что в случае снижения стоимости бренда в районе 30 долларов за баррель могут возникнуть предпосылки для внечея нового заседания ОПЕК. Вчера выступил Иран сообщением о том, что они не получали запросов со стороны ближнего восточного картеля. И в частности Иран полагает, что вряд ли у ОПЕК ближнего восточного картеля есть власть для того, чтобы инициировать, опять же, изменение системы столь важных встреч из-за того, что цены на нефть снижаются и преодолевают столь важные психологические отметки. Трейдеры высмотрели в этом реальный намек на то, что в дни очередного заседания, скорее всего, ждать не приходится. А если уже мы совсем будем говорить по факту, мы давно пришли к выводу о том, что как раз ключевой регион, который на самом деле где-то в кулуарах и заинтересован еще больше в просадке цен на черное золото, это как раз Ближний Восток. И вот они сейчас делают все возможное, чтобы нефть просела к еще более низким ценовым значениям. И не забывайте также о том комментарии, который был сделан еще со стороны министра энергетики, опять же, всего ОПЕКа, и он касался того, что Саудовская Аравия и другие производители не против, точнее, даже вряд ли будут нести катастрофические убытки, даже в случае оснижения бренда в район 15 долларов за баррель. То есть, есть куда еще падать. Ну и плюс ко всему, вчера мы еще следили за динамикой по запасам нефти США по уже официальной оценке. Запасы выросли. Рост запасов, разумеется, свидетельствует о том, что на нефти может быть оказано дополнительное давление. АПИ – снижение запасов, официальная статистика, на которую делается большая ставка, рост. Трейдеры также поторопились тут же использовать этот отчет для того, чтобы дополнительно распродать бренд. Ну и еще хочу, скажем, добавить немного обновленной статистики. В частности, вчера, как стало известно, в США объемы производства нефти снова выросли в этот раз на 8 тысяч баррель в сутки. Поэтому можно говорить то, что сейчас актуальные объемы составляют уже 9,23 миллиона. Поэтому у нас по-прежнему куда больше факторов для того, чтобы долгосрочно оставить на еще большую просадку и бренда, и WTI. Но краткосрочно я все-таки хочу предложить вам такую рисковую сделку. Смотрите сами, стоит воспользоваться этой идеей или нет. Но эта идея направлена на то, чтобы использовать как раз ту поддержку, где сейчас находится бренд. То есть попробовать купить краткосрочно ключевое слово и ключевой посыл этой инвестиционной идеи. Бренд до уровня 33 долларов за баррель, стоп-лос при этом поставят в районе 29. Если этот актив уйдет ниже 30, закрепится там и предпримет попытку, чтобы оказаться еще ниже, ниже 29, тогда мы снова вернемся даже к краткосрочному посылу и анонсу возможности для еще большей распродажи. Потому что станет очевидно, что бренд стремится к тем уровням, на которых не находился уже очень давно. Что касается российской валюты. Здесь, опять же, логика очевидна. Ослабление нефти, девальвация рубля. На прямарке текотировки 76.91. Хотя я ничуть не сомневаюсь в том, что рубль еще отыграет стремительное падение нефти под закрытие прошлой торговой сессии. Сегодня уже с открытия. И эта девальвация может уже завести пару юсдираб выше уровня 77. Наша ближайшая цель это 78, хотя я думаю, что не будет ошибкой замахнуться даже на большее уже ослабление российского актива и, соответственно, просадки в районе 80, как я уже отмечал вчера. Актуальные данные по темпам экономического роста, по инфляции еще один фактор поддержки для нашей идеи, направленный на еще большее ослабление курса национальной валюты. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.0880. Вчерашнюю торговую сессию также можно разделить на два периода, когда буквально до американской торговой сессии мы видели серьезную разгрузку европейского валютного актива. В частности, я уже готовился к тому, что мы увидим четвертую сессию подряд падения, что в целом могло бы создать условия для еще больших распродаж главного валютного диска. Что же стало причиной, опять же, потерь евро, которые эта валюта несла в первой половине вчерашней торговой сессии? Во-первых, это все-таки те позитивные тренды, которые были характерны для Китая. Хорошая статистика по торговому балансу, которая снизила опасения на финансовых площадках и поспособствовала тому, что трейдеры стали выходить из защитных инструментов, что поддержало доллар. Да и, в принципе, вернуло на рынок прежние тренды, которые на нем присутствовали до вот этого форс-мажора со стороны Китая. То есть, после того, как рынок понемногу стал забывать о Китае, соответственно, евро лишилось поддержки, будучи валютой финансированной, и стало ослабеть. Плюс ко всему, против евро, как мы и предполагали, выступил еще и национальный фундамент, в частности, данные по промышленному производству. Хотя здесь мы настраивались, конечно же, на слабый отчет, но по факту статистика оказалась гораздо хуже ожиданий. В частности, месячный показатель минус 0,7% с 0,8%, скажем, процентов, которые мы наблюдали месяцем ранее. То есть, серьезный контраст, годовой показатель 1,1% с 2%, также серьезная просадка. Ключевым импульсом, скажем, катализатором для ослабления промышленного сектора выступило падение энергетической отрасли, которая просела на 5% по итогам прошлого месяца. Но учитывая то, что происходит сейчас в плане ценовой конъюнтуры на рынке углеводородов, вроде бы тоже вопросов, такие тенденции сейчас не вызывают. Но еще я хотел бы отметить, что через слабые данные по промышленному производству мы получили очевидное свидетельство того, что еврозона очень плохо закрыла 2015 год, как мы и предполагали. И, наверное, еще более определяющим фактором для столь негативных трендов выступили слабые показатели по потребительской активности, потребительскому спросу из-за низких данных по инфляции. Ну и еще мы констатировали очень слабый спрос на товары длительного пользования. Я думаю, что эта тенденция сохранится. В частности, завтра я подготовлю уже долгосрочный прогноз. Он будет доступен вам уже с понедельника. Еще раз напоминаю, что он будет в обновленном формате и непременно вам понравится. Говоря про европейскую валюту дальше, что можно сейчас констатировать еще с точки зрения рисков для евро? Я думаю, что совершенно очевидно, что сейчас очень много панических настроений, даже прослеживается в комментариях представителей ЕЦБ, идет со стороны европейского мегарегулятора. Потому что ЕЦБ уже четко дал понять, что наблюдает вот эти понижательные тренды, которые характерны для регионов стран БРИКС, Бразилии, Россилии, Индии, Китая и Южной Африки. И поскольку я уверен, даже не стерниваюсь, что эти понижательные тренды сохранятся, значит еврозона продолжит терять драгоценные десятки процентных пунктов, которые можно было добавить в показатели ВВП. И как следствие, буквально через неделю у нас будут обновленные данные по ВВП, я советую уже сейчас начинать готовиться к тому, что вот эти данные по промышленному производству, по потребительской активности, они приведут к тому, что евро придется просесть к более низким ценовым значениям. Если вы посмотрите на актуальные котировки евро, то сможете убедиться, что даже под закрытие вчерашней торговой сессии евро смогло выбиться в лидеры против американца и закрыть сессию с плюсом. Но сегодня восходящая динамика продолжается. Это объясняется очередной просадкой, которую мы наблюдаем по шанхайскому композитному индексу. Не знаю, честно говоря, с чем это связано. Покопаюсь еще в статистике и обязательно найду, конечно же, причины. Но пока они не так уж и очевидны. Вроде бы как статистику мы уже отыграли, но почему китайская фонда никак не может собраться силами и показать то, что не негативит уже по факту последних отчетов и трейдеры успокоились. Но ситуация быстро меняется. Даже вчерашние торги нам это еще раз показали. Не удивлюсь, что если индекс выберется даже на положительную территорию спустя какое-то время. В целом мы должны понимать то, что сейчас у нас с большим приоритетом идея направлена на ослабление европейской валюты. Мы понимаем то, что Китай пройдет и уступит место, опять же, тем рискам, о которых мы уже говорили неоднократно. У нас в рынке по-прежнему ордер направлен на ослабление евро-доллара до уровня 1.05, стоп-воз при этом мы по-прежнему держим в районе 1.10. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь сплошной негатив. Актуальная литератка 1.44. Я предлагал вам воспользоваться инвестиционной идеей. Селл-стоп с уровня 1.44.10, тейк-профит 1.43, стоп-воз 1.44.50. Эта идея пока актуальна. Мы в профите ждем, что в конечном счете и сможем добраться до уже еще более низких ценовых значений. Что касается предпосылок для такого серьезного ослабления фунта. Эти предпосылки носят резонирующий эффект от тех макроэкономических данных, которые мы по сути анализировали днем ранее, когда у нас были данные по промышленному производству. Мы следили еще за динамикой ВВП. Я говорил о том, что фактические цифры оказались даже хуже самых пессимистичных оценок. И в целом напомнили нам о той угрозе тех рисков, которые характерны для Англии. Мы об них прекрасно знаем. Мы по сути последние три недели каждый день констатируем какой-то негатив, который оттягивает сроки повышения процентной ставки в рамках британского регулятора. Сейчас эти риски сохраняются. Плюс ко всему я предлагаю вам снова делать ставку на очевидный рост спредоходности между американскими бумагами и английскими. Тоже он усиливается и уже даже вчера достиг максимального уровня с шестого года. Сегодня у нас очень интересный день. Посмотрите содержание экономического календаря и по нему станет ясно, что сегодня как раз день в целом посвящен британцу. Потому что в 15.00 по московскому времени выйдет ставка. В 15.00 будет обновлен параметр по выкупу активов. И в это же время состоится голосование монетарных членов по вопросу повышения процентной ставки и ужесточения монетарной политики. Разумеется никаких изменений ни в одном из этих пунктов не будет. Но я советую вам настроиться на возможный анонс более системных рисков со стороны монетарного руководства для экономики. И эти риски могут стать причиной, вследствие которого мы услышим об очередном подтверждении того, что Банк Англии снова вынужден оттягивать сроки ужесточения монетарной политики. Сейчас у нас 17-й год, даже середина. Но я уже вам вчера говорил, что стоит рассчитывать уже, наверное, на возможность подобных изменений не ранее конца 17-го года. То есть фунт остается в числе аутсайдеров. Наша задача ловить этот понижательный тренд, но и, соответственно, использовать все эти возможности, которые появляются на рынке. Я думаю, что поскольку мы ожидаем еще и усиление позиции доллара, негатив будет еще более объемлющим. Соответственно, для всех рисковых инструментов и для британцев. Доллар японской иены. Актуальная котировка 117.61. Сейчас мы видим то, что по-прежнему доминирует японская валюта. Это связано с просадкой китайского фондового рынка. Но я уже отметил, что ситуация может измениться. Поэтому я особо сейчас не делаю ставку на усиление японца. Считаю то, что он в последнее время уже набрал больше, чем положено. Более низкие значения мы увидим вряд ли. Поэтому сейчас можно настраиваться уже на активные покупки американца. Но чтобы не бросаться, скажем, сразу в рынок, я предлагаю дождаться уровня 120, как это анонсировалось еще неделю назад. И после этого уже вступать в игру. А что будет оказывать поддержку доллару? Ну, здесь факторов предостаточно. Потому что у нас до сих пор не отыграны данные по рынку труда США. Но он фарперился, DP, заявки на пособие по безработице. И сегодня в 16.30 по московскому времени очередной релиз этого отчета. И снова предлагаю настраиваться на хорошие данные. Потому что если уж на протяжении последних 55 недель у нас хорошая цифра, то вероятность того, что сегодня мы увидим плохую статистику, уничтожена. Поэтому ожидаю и готовлюсь к еще одному дополнительному стимулу для доллара. Но хотелось бы, конечно же, чтобы в момент выхода этой статистики на рынке уже не было вот этих панических настроений со стороны Китая. И это, конечно же, должно позволить трейдерам, которые по-прежнему верят в рост американцев, все-таки собраться силами. И ни в коем случае не сомневаться в том, что доллар непременно выбьется в лидеры роста. Поддержку должен оказывать еще долговой рынок. И поддержку могут оказывать еще комментарии у высокопоставленных монетарных чиновников. В частности, вчера у нас было две конференции. Конференции Розенгана и Эванса здесь выписал несколько тезисов. В целом, чтобы не забивать вам голову, хочу сказать то, что по факту конференции Розенгана, какой вывод можно сделать? То, что продолжаем следить за статистикой. И если последующие макроэкономические данные, особенно по инфляции, создадут условия для восходящего тренда, значит, мы увидим четырехкратное повышение процентной ставки. Что касается Эванса, то он рассчитывает на то, что при неизменности даже текущих тенденций, мы увидим как минимум три повышения процентной ставки. Ну, в целом, это факт того, что тренд, ужесточение монетарной политики продолжится. И из этого нужно сделать простой вывод о том, что доллар, ну, точно будет расти. Хотел пару слов сказать еще про динамику USDCAD. В частности, у нас был ордер buy stop с уровня 1.42.10, profit 1.43.50, stop loss 1.41.50. Вчера, хочу поздравить вас, мы добрались до нашего профитного ориентира, потому что пара оказалась гораздо выше нашего целевого значения. Актуальные котировки 1.43.64. Поскольку канадец за последние несколько недель подарил нам уже три полноценные, серьезные, хорошие профитные сделки, давайте его пока оставим в покое. Понимаю то, что есть еще основания для, возможно, еще большего ослабления. Но все-таки лучше сейчас поставить в сторонке. Давайте подождем следующей неделе, посмотрим, будет ли коррекция. Если не будет, если фон не изменится, значит, будем снова ставить на еще большее ослабление канадской валюты. Ну и в качестве такого инсайда, позвольте так сказать, хочу закинуть вам реальные ожидания того, что уже 20 января Банк Канады вынужденно пойдет на еще одно снижение процентной ставки. К этому событию, в принципе, можно уже готовиться. И, наверное, учитывая последнее состояние рынка недвижимости, учитывая состояние инфляции и, конечно же, рынка энергоресурсов, у Банка Канады не останется другого выхода. USD-SVC у нас был ордер buy-stop с уровня 1.0090, take profit 1.02, stop loss 1.0050. По-прежнему в этом ордере ждем, соответственно, реализации также по закрытию сделки по профиту. В качестве триггера для возможности еще большего роста хочу отметить вчерашнее заявление Банка Швейцарии о том, что национальная валюта по-прежнему является переоцененной. В связи с этим можно настраиваться даже на возможной шаха еще одной валютной интервенции. Спасибо Швейцарии, конечно же, Национальному банку Швейцарии. Спасибо Джордану, председателю швейцарского регулятора, потому что он продолжает создавать на рынке те интересности, которые мы используем для роста пары USD-SVC. Австралийцы сегодня активно валятся, собственно, как и по итогам вчерашней торговой сессии, даже несмотря на публикацию хороших данных по рынку труда. Но думаю, что все-таки сейчас настроениями касательно австралийца движут состояние китайского рынка. И поскольку мы уже пришли к выводу о том, что Китай снижается, значит трейдеры снова начинают паниковать, потому что Китай для Австралии и Новой Зеландии – это ключевой стратегический партнер. По австралийцу у нас какая сделка была? Селл-стоп с уровня 0.69.90, тейк-профит 0.69, стоп-клосс 0.70.20. И здесь мы пока в профите ждем достижения целевого ориентира. По новозеландцу цель 0.65, также хочу вас поздравить, добрались мы до этого ориентира. Сейчас занимаем выжидательную позицию, не будем торопиться с дальнейшим трейлингом, посмотрим, что будет с этой валютой дальше. И по золоту, здесь по золоту, к сожалению, у нас стоп-лосс, потому что, опять же, снижение китайского фондового рынка снова спровоцировало спрос на защитные активы и привело к тому, что и драгметаллы тоже подросли. Поэтому я предлагаю вам сейчас также воздержаться от трейдинга по драгметаллам, но если вы ищете поводы дополнительные, чтобы все-таки поторговать с этим активом, так и тоже в качестве инфоинтереса хочу анонсировать вам возможности поторговать в плане роста в преддверии, опять же, лунного нового года в Китае, когда традиционно сезонно растет спрос и на драгоценные металлы. Ну, об этом я думаю, что мы подробнее поговорим еще на следующей неделе, тогда, может быть, поставим и новые оценовые ориентиры. Ну, а на этом пока все. Удачной вам, хорошей, прибыльной торговой сессии. Из отчетов не забывайте, что сегодня следим за фундаментом по Англии. Вся статистика выйдет в 15.00 по московскому времени. Ждем еще большего ослабления британца против американского конкурента. И если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube либо использовать для этого форум Амаркетса. Еще раз большое спасибо за внимание. Продолжение следует...